Уважаемые коллеги, Дальний Восток, кафедра онкологии, Амурская область, доцент кафедры. Я бы хотела сказать, что для Дальнего Востока проблема, которая сегодня... Город Благовещенск, Ольга Викторовна Лысенко. Я хочу сказать, что для Дальнего Востока ту тему, которую сегодня обсуждаем мы на нескольких, по сути дела, симпозиумах, она очень актуальна. Потому что у нас отмечается за последние 10 лет действительно рост этой локализации. Мы обращаем внимание и проводим сейчас эпидемиологические исследования. Причин несколько. Это и то, что Амурская область находится практически на одной широте с Сочи и отдельными тропиками. Поэтому появление такого техногенного объекта, как космодром, у нас в последнее время, она заставляет оценивать экзогенные факторы, безусловно, наряду и с эндогенными. Несколько моментов. У нас, конечно, идет омоложение. Нет, восточный. Восточный, новый. Да. Но и без этого у нас все равно. Уровень инсуляции очень высокий. Я думаю, что появление дополнительных озоновых дыр не прибавит нам счастья. Но, тем не менее, сегодня нас настораживает факт омоложения. Именно меланом в регионе у нас сегодня на учете находится порядка полутора тысяч больных. Из них 70% живут более 5 лет. Поскольку все-таки раннюю диагностику, я согласна с предыдущим коллегой, упускать из внимания, причем мультидисциплинарно нельзя. Эта работа проводится в регионе. Но вот я немножко другой аспект хотела бы затронуть, поскольку ассоциация, уважаемая, авторитетная, это формирование сегодня клиника статистических групп, которые позволяют нам подойти к проблеме комплексной терапии меланомы с учетом нашей финансовой обеспеченности. И те результаты, которые сегодня доктора и ученые показывали, они, конечно, требуют обращения к Фонду обязательного медицинского страхования. И в целом сегодня, наверное, ассоциация онкологов должна об этом говорить, о выравнивании тарифов для лечения наших пациентов. Потому что, к сожалению, не все сегодняшние нау-хау мы можем внедрить. А вот коэффициент, я еще раз говорю, омоложения таких больных, они все-таки заставляют нас думать в отношении обеспеченности терапии. Поэтому вот в этом отношении, конечно, хотелось бы обратиться к вам, чтобы мы внесли свои предложения на уровень федеральный в отношении хотя бы обеспеченности нашими препаратами, которые сегодня доступны для пациентов Дальнего Востока. Потому что бюджеты большинства регионов сегодня, они глубоко дотационные. И надеяться на те, наверное, фантазии, о которых говорят, что за счет местных бюджетов выравниваете тарифную обеспеченность, но это сегодня, наверное, не совсем корректно. Спасибо.